Всем приветики! Давненько я уже не садился за свою съемочную площадку, но вот пришло время, потому что я купил себе новую штучку. Это такой вот бокс для хранения жестких дисков. Его же можно подключать к компьютеру. Он, кстати, чем-то похож на жесткий диск, который я когда-то покупал. Вот он, внешний жесткий диск на 2 терабайта. Вот так вот он выглядит. И, в принципе, он чем-то похож на этот бокс. То есть, здесь даже и название почти что одинаковое. И если здесь коробочка выглядит вот так, то, в принципе, и здесь вот она выглядит почти что так же. И сверху, но только здесь сверху резинка такая большая. А там она, то есть, здесь она полностью закрывает, а здесь только часть, то есть не до конца. Ну и можно вскрыть. Получается такая коробочка. На ней написано, что здесь включен сам кейс, в котором будет храниться жесткий диск, кабель, какая-то распорка, отверточка, болтики. Все в одном комплекте, как бы написано. Сюда можно вставлять как HDD 2,5 дюйма, так и SSD тоже 2,5 дюйма. И бесплатное программное обеспечение от Transcend для управления бэкапа и защиты. Вот. Свата поддерживает SSD, HDD, блокировка диска, бэкап одним нажатием. Вон она кнопочка бэкапа. И здесь еще какая-то информация есть о том, что гарантия 2 года. Более детальная информация у нас вот здесь находится. Ну и здесь какие-то данные еще написаны. Вот оно все. И здесь еще где-то что-то было написано вот здесь, да. Что написано, что это жесткий диск. Но на самом деле это как бы коробочка для жесткого диска. Вот. Ну может быть у них общее такое везде пишется. Вот это та коробочка предыдущая. Здесь пишется жесткий диск. Ну да, оно общее какое-то везде пишется. Кстати, здесь побольше будет коробочка вот здесь, чем здесь. Но здесь комплект для сборки получается. изготовитель Тайвань получается. Ну вот такая вот упаковочка. И мы сейчас ее, она запечатана, то есть все нормально, новенькая. Сейчас ее откроем. Вот таким вот образом подрезаем. И вот оно готово. Внутри у нас ничего нету. А здесь, здесь мы видим, что так крышечка закрыта, интересненько так вот. Кстати, оно реально защищает. Сверху от ударов получается. Вот оно, во-первых, вот эта штука будет не давать дотронуться до середины. А если даже дотронуться, то здесь еще еще тоже мягенькая. Но вот эта штучка должна защищать сверху. То есть, если что-то ударится, оно не достанет. И по бокам тоже вот защищает. Не достает еще. Ну и снизу тоже. Реально, так можно и настоящий жесткий диск защищать. Не то, что бокс. И вот таким вот образом выглядит. Реально, как жесткий диск. Только я покупал тот жесткий диск, о котором я говорил. Вот этот. И получается, вот он. Такая же коробочка, считай, как здесь. Ну да, такая же коробочка полностью, как здесь. Вот она. Только здесь вот этот вот чехол резиновый. Он, получается, закрывает все полностью. А здесь не полностью. Здесь какая-то часть остается открытая. Хотя было бы круто, чтобы тоже все полностью закрывало. И что самое классное, эта штучка, она резиновая. То есть, вот эта резинка, она будет еще амортизировать, как бы. Ну и вот так вот она выглядит, получается. Сюда подключается USB кабель. Ну а здесь ничего. Здесь просто корпус. Здесь кнопочка для бэкапа. Ну и, я так понимаю, нужно снять, чтобы разобрать и вставить туда жесткий диск. А сниматься почему-то на них... А вот пошло. А, понял. Здесь, получается, оно держалось за вот эту вот штучку. Здесь еще даже лампочка есть, которая будет показывать, что оно работает. То есть, получается, нужно было приподнять, что вот эта штучка, которая держалась, она, получается, вот этим краешком, выступом вот этим держится. Вот за это и нужно приподнять, чтобы оно вылезло. и он даже разобран, получается. Если нужно будет болтики закрутить, когда мы вставим туда жесткий диск. Ну, вот такой вот корпус. Чем-то реально похож вот на эту штуку. Вот на эту. Вот. Ну, в принципе, наверное, можно открыть, что здесь еще есть в комплекте. Все, коробочка нам больше не нужна. Остается здесь что? Такая отвертка прикольная в пакетике. Она ведь даже качественная отвертка. То есть, не то, что. Бывает такие отвертки, у которых вот эти вот шлицы, они настолько тоненькие, что они раз крутанешь, и они срезаются. А здесь она реально такая качественная, такая здоровая. она прям реально здоровая. И на вид качественная. Здесь от трансценда ничего себе. То есть, держишь так вот и за верхнюю штучку она, верхняя штучка, она в ней крутится сама отвертка. То есть, удобно. Ты держишь и крутишь. То есть, удобно. А отверточка на вид реально качественная. Здесь и распорка я пока что не понимаю, для чего она нужна. Видимо, если жесткий диск внутри болтается, внутри этого корпуса, чтобы подложить вот эту распорочку. Вот она, распорка. Для чего она нужна? И получается, она может приклеиться. Вот эти штучки отклеиваем. И оно приклеится. Также тут есть USB кабель. Кстати, все такое не запечатано. А именно USB кабель запечатан. То есть, его нужно отрывать. Хотя распорку и отвертку не нужно было отрывать. Ну, и, кстати, видно, что он 3.0. Но при этом он короткий. Кабель очень короткий. И, наверное, сантиметров 15. Обычно и, насколько я видел в комментариях, обычно пишут, что ко всем этим боксам и жестким дискам короткие кабели. Ну, ладно. Сантиметров 30. Да, сантиметров 30. Ну, более-менее это лучше, чем 15, 15 это половина, ровно половина. Вот. Дальше у нас есть инструк... Волтики. Тоже запечатанные три штучки, как и... Как и там три отверстия снизу. Вот они. Раз, два, три. Дальше рекламка. Что у них есть такие крутые камеры. Кстати, прикольно, если это такая камера. Ее можно куда-нибудь в карман взять или куда-нибудь засунуть. а этой штукой управлять, включить, выключить. То есть, такая хитрая, шпионская какая-то камера. Циклетная камера через Wi-Fi работа. Что они за камеры взялись? Ничего себе. Они, оказывается, камеру умеют делать. По-моему, трансцент они же делают флажки и жесткие диски. Тут еще и камера, оказывается, ничего себе. Прикольно. Короче, они решили показать свою продукцию. Я не знал, что у них такое есть. А оказывается, есть. Теперь я знаю и вы тоже. Хотя, может, вы и так знали. Ну, да, вот это я видел как-то раньше в рекламках. Оперативную память. Да, у них все связано с памятью. Флажки, жесткие диски, оперативка. Но камеры, по-моему, раньше они не делали, если я не ошибаюсь. Кстати, на вид крутая. Вот так вот она стоит. у каждой материнка крутая. И оперативка вроде деканья слабая. Именно на вид. А как там на самом деле? Кто его знает? Минутка рекламы от трансценда, да? Получается. Ну да, получается. Вот. А вот это уже инструкция к боксу. она сразу так разворачивается по-крутому. Уже не в один слой, а в два. И здесь нам пишут. Правда, она реально большая. И снизу у нас получается английский язык. Вот оно. Сепарей, там все такое. А хотя нет. У них получается не так идет. какая-то инфа на китайском. Вот так у них идут страницы 1, 2. И получается вот. Снимите внешний прорезийный защитный чехол, сдвинув его вниз. Затем отделите верхнюю часть корпуса от нижней. Ага. Еще какая-то защелка типа есть. Затем там что сверху показывается сделать нужно. Что нужно сделать? Извлеките внутренний резиновый демппер и адаптер SATA. Так. Дальше я так понимаю вставить приклеить SSD или HDD к сепаратору этому разделителю. переходите к шагу 5 если ваш твердотельный накопитель имеет толщину 9,5 миллиметра но если он 7 миллиметров то приклеите накладку для увеличения толщины чтобы не мешало подключению разъема SATA. Короче если разные чужорские диски 7 миллиметров и 9 если 9 ничего не надо если 7 подклеить вот эту штучку что нам в комплекте положили а затем просто надеть вот эту плату на жесткий диск аккуратно присоединить адаптер SATA что 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 у нас идет оберните внутренний резиновый демпфер вокруг твердоцельного накопителя или жесткого диска и подключить к нему SATA убедившись что доступ к кнопке резервного копирования по нажатию будет не перекрыт дальше вставить этот резиновый демпфер в чехол там внутри оказывается там внутри еще резиновый как бы демпфер то есть помимо того что чехол резиновый амортизирует так еще внутри резиновый демпфер тоже амортизирует то есть оно максимально защищено от тепла насколько это возможно присоедините верхнюю часть корпуса нажмите на нижнюю часть до щелчка то есть получается здесь защелки и короче здесь защелки по идее и там защелка ну а дальше дальше закрутить болтики а после чего одеть обратно резиновый чехол да ну и все а дальше что где тут гарантия отказа вот от чего от ответственности на данный продукт распространяется гарантия трансцент начиная с даты первоначального приобретения основной целью данной услуги является наиболее подробно на странице ну и все вот она вся инструкция так ну а теперь получается с инструкцией мы ознакомились это все можно убрать рекламки инструкцию коробку все это уже не надо и в принципе оставить только то что надо получается нам нужно будет как они сказали открыть они сказали что можно как-то открыть но как получается вот я здесь вот ногтиком подковырнул оно приподнялось и как в инструкции говорят вверх поднять но он так держится кажется что он сломается еще такой запах идет как пластмасса какой-то такой оттуда изнутри о ну да как я и сказал здесь вот они две защелочки за них держатся получается вот оно так вставляется на эти защелочки и закрывается ну и внутри что у нас такой вот корпус получается это кнопочка наша вот она нажимается а нет это это не лампочка я думал это лампочка вот это а это ничего это просто вмятина гореть оно здесь будет вот оно прозрачное оно будет светиться кнопка будет светиться вот дальше что у нас внутри есть такой резиновый демпер как они сказали которая лежит вот здесь вот в пластмассовом этом корпусе а прикольно сверху резинка амортизирует и внутри в пластмассе резинка амортизирует здесь максимально все продумано то есть именно внутри здесь будет стоять внутри этой резинки будет стоять жесткий диск затем этот жесткий диск в резинке будет лежать в пластмасске а пластмасска сверху будет накрыта еще резинкой, то есть максимальная амортизация ну и вот он адаптер внутри лежит мы его достаем, кстати удобно что он типа ну то есть его можно достать то есть он отдельно как бы его можно присоединить не только к этому жесткому диску вообще к любому, по идее и здесь внутри получается вот он держится за эти вот как бы болтики ну вот здесь как бы ямочки вот эти две и он за них держится получается мы приоткрываем и немножко вотталкиваемся под этой ямочки и вот оно влазит это наша резиночка вот она резиночка а это сама наша плата которая выполняет всю основную функцию адаптера то есть она разъемами подключается к жесткому диску вот этими вот разъемами питания и передача данных и все это передает на USB-шку вот сюда здесь вот кнопочка резервное копирование данных получается ты на нее нажимаешь и те данные которые там в программе задашь по идее там же еще программа в комплекте идет ну на сайте производителя а может быть да да на сайте и получается она начинает копирование самое интересное что это можно присоединить к любому жесткому диску не только 2.5 и я буду использовать конечно же для 2.5 диска то есть у меня вот есть диск вот он я хочу сюда поставить вот этот жесткий диск получается 2.5 дюйма но я не хотел бы чтобы с него данные пропали поэтому подключать я первым делом буду не его а вот его потому что я его недавно купил и в принципе там вот на том диске у меня есть важные данные а на этом нету соответственно но они там есть соответственно я хотел бы проверять нужно именно на каком-то томом жестком диске на котором вам не жалко потому что если вдруг окажется что с этой платой что-то не так и она вот возьмет и уничтожит ваши данные то вам будет обидно поэтому проверять нужно но так как это вещь новая вы еще в ней не уверены вы не знаете как она работает вдруг она обракованная и когда вы подсоедините жесткий диск сюда и подключите к USB-шке все данные уничтожатся например ну может же такое быть поэтому нужно подсоединять именно к тому жесткому диску который вам по идее не жалко и вот я хочу сюда присоединить и проверить работает или нет ну то есть без корпуса просто подсоединить плату вот сюда таким вот образом и через USB-шку подключить посмотреть ну подключить к компьютеру все ли работает все ли читается если да тогда уже можно смело подключать этот жесткий диск собирать и пользоваться как внешним 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 жестким диском ну в общем вот так вот оно выглядит в сборе осталось только сюда подключить USB-шку то есть по сути таким образом можно любую любой жесткий диск подключить к компьютеру то есть он будет лежать на столе к нему будет подключен такой адаптер ну и все то есть теперь можно положить жесткий диск на стол и через USB-ю удлинитель подключить к компьютеру и проверить работает или нет хотя здесь здесь 3 терабайта потянет ли ну то есть может ему нужно дополнительное питание по идее нужно здесь всего лишь 500 гиг и в принципе USB-шка мне кажется сможет их запитать а 3 терабайта USB-шка может наверное и не запитать но в целом проверим ну что же в общем как я и думал этот жесткий диск не заработал от USB-шки от этого адаптера вообще никакой реакции я подключил его к USB ничего не произошло как будто бы ничего и не подключено и поэтому тут получается два варианта либо вот эта штука не работает либо скорее всего как я и думал не хватает USB-шки питания запитать 3 терабайта и поэтому я хочу попробовать когда я ссдшку снял ссдшку на которой у меня стоит система игры и лежат видосики ну в принципе не жалко если десятка слетит это вторая система мне не нужно десятка игры которые можно если что заново установить со стима и эпика эпик геймса и видосики копия которых у меня есть поэтому можно на нем проверить мне кажется все таки не хватает или такую штучку запитать через юсбишку или такое мне кажется не хватает мощи просто юсбишки запитать вот эту вот всю технику а вот этого должно хватить и кстати вот он диск про который я говорил вот этот вот он почти чем-то реально похож на вот эту коробочку тоже вот рассада тоже есть такая кнопочка конечно это та штучка более большая и резинка которая закрывает не наполовину а все закрывает вот но сейчас попробую попробую вот это подключить посмотреть работает или нет ну вот и все как вы как вы можете видеть работает реально не хватало питания , 3 терабайта потому что там аж два блина стоят получается один снизу другой другой сверху в 3 терабайта а здесь вот оно сидишку запитало видно что вон они горят синие два светодиодика получается когда ну получается я сюда положил подключил к юсбишки сразу замигали светодиодики собственно они и будут подсвечивать кнопку и здесь вот она кнопочка и это сидишка вот она лежит она уже работает тут она подсоединена юсбишки и на компьютере сразу появилось новое устройство сразу первым делом появился сторожей трансцент просто просто трог сторожей трансцент появилась установка драйвера сторожей трансцент без вот этого юсб и естественно никакого пока что устройство не появлялось сейчас уже вот он появился самсунг а сразу как только я подключил но естественно там загорелись светодиодики здесь появилась установка драйвера сторожей трансцент где-то секунд 15 она устанавливала потом появилась трансцент юсб девайс новый драйвер появился запоминающее устройство начал устанавливаться но где-то за минуту оба драйвера установились и после этого появился вот он жесткий диск самсунг вот он наш самсунг лежит самсунг я его так и назвал самсунг вот он самсунг а сидишь к по нему кстати видно что это сидишь к и подписан самсунг а здесь все понятно ну и вот они вот они мои файлы все которые на нем мои видосики мои минуты десятка стоит получается как вторая система часа на семерке сижу я всегда на семерке сижу 10 как вторая система дополнительно игры с epic games а вот они стоят игры со стимой здесь еще стоят чтобы быстрее загружались быстрее работали и собственно видосики которые я монтирую вот они и которые надо отмонтировать но все в принципе все есть все работает можно же проверить что она считается к примеру вот что мы можем открыть к примеру вот допустим видосик какой-нибудь кошка охраняет свой хвостик проверим работает или нет да все работает читается без проблем так что таким вот образом ну и собственно там уже все замигало с него идет чтение и вот он мигает ну то есть когда к нему обращаются к жесткому диску начинают мигать лампочки когда они обращаются а он просто работает лампочки горят то есть если лампочки горят значит жесткий диск работает если не горят если мигает значит к нему обращаются ну и вот такая такая вот установочка получается то не два драйвера в систему встали и заработала то есть получается плата работала но большие жесткие диски 3 5 дюйма на 2 на 2 3 терабайта конечно же она не прочитает. По-моему, 2,5 дюйма нету на 4 терабайта и на 3, только, наверное, максимум 2. Я видел 2,5 дюйма на терабайт и на 2, по-моему. А на 3, 4 уже нету, потому что нужно 2 блина вставить. А в 2,5 дюйма не влезет 2 блина, потому что 2 блина это дополнительный размер. У нас букв нет такого размера большого. Но отключается он, как обычная USB-шка. Вот они, получается, лампочки горят. Сейчас мы нажимаем отключить. Вот она, USB-шка наша. StoryJet. Может быть, извлечена. Смотрим, лампочки погасли. Всё. Вот они уже не горят. Можно извлекать. То есть, как обычная USB-шка. Теперь вот можно реально выдергивать. А, и, кстати, и вот он, жесткий диск Samsung SSD пропал. Всё. Ну, короче, как обычная USB-шка. Типа, как флешка работает. Ну, как, вернее, как внешний жесткий диск работает. Так что теперь можно быть уверенным и подсоединять тот жесткий диск, который я хотел. Ну, и для сравнения, чтобы вы понимали, вот он, жесткий диск на 250 гигабайт, обычный 3,5 дюйма. Собственно, так будет выглядеть и жесткий диск на 2 терабайта. Такого же размера бой. То есть, до 2 терабайт жесткий диск 3,5 дюйма выглядит так. А вот от 3 терабайта и выше уже выглядит вот так. То есть, видно, что он стал побольше. Видно, что вот он. Вот это вот слева. Это 3 терабайта. А здесь 250 гигабайт. И видно, что он стал побольше. Почему? Потому что здесь у него получается его задняя часть. Видно, что вот он дополнительный блин стоит. А здесь нет. Здесь только один блин стоит. вот он получается. Здесь получается пустота. А здесь нет пустоты. Сзади видно. Вот она часть. Только одна часть. А здесь уже снизу вторая часть. Здесь один жесткий. Почему называется жесткий диск? Потому что это как диск обычный, который в DVD-приводе крутится. Маленькие тоники. Только он такой железный, жесткий. Здесь стоит такой не оптический диск как обычно крутится, а железный. Он здесь стоит один. А здесь их два. И, соответственно, вот такой вот один, вот эта штучка сможет запитать от USB. А два, она уже не может запитать, ей просто не хватает мощи. Поэтому через нее вы не запитаете вот такой вот жесткий диск. Ему нужно дополнительное питание. И тогда USB-шка, то есть, если к нему придет отдельное питание, USB-шка сможет просто прочесть данные. А сама она его запитать не сможет. Поэтому он и не заработал. Ему нужно дополнительное питание. И, кстати, для него я тоже купил бокс с дополнительным питанием. Но это уже совсем другое видео. Ну, а сейчас нам нужно понять, как положить туда этот жесткий диск. Я не понимаю, ну, типа, понадобится эта штучка или нет. Просто я не знаю, сколько у него, миллиметров 7 или 9. Мне кажется, 7. Он какой-то маленький. Соответственно, ее нужно использовать а как? Так? Или, может быть, так? Нужно пока что разбираться. Ну, в общем, вставил я свою содержку сюда временно. Пока что, получается, вот так она стоит. 7 миллиметров у меня, я так понял. Потому что они сказали, что если 9,5, то не нужна вот эта штучка. А если 7, то нужна. Как раз вот здесь, получается, остается зазор сверху. Вон он. Сверху зазор. Которого, по идее, быть не должно. И как раз вот эта вот штучка поддерживающая будет там стоять. Он как раз туда влезет. Он как раз туда по размеру и подходит. Ну, все. Сверху, получается, подклеиваем. Так оно будет стоять. И здесь вот как раз остается такое вот пространство. И сверху подклеиваем. Чтобы оно... И, наверное, да, сверху получше. Потому что снизу там же все эти контактики. Не хотелось бы, наверное, к контактикам приклеивать. И, тем более, помимо контактиков снизу еще есть вот эти отверстия. Ну, типа... Ну, для болтиков снизу отверстия есть и контактики. А сверху нет особо не отверстий не контактиков. лучше было бы сверху поварить и клеить вот так. Здесь по-другому и не приклеишь. По идее, вот оно от краешка отсюда до этого краешка. Вот оно. То есть, вот от краешка берется и сюда до краешка приходит. Хотя чуть и выступает за краешек. А снизу, если то как раз на всю эту длину ложится. и не выступает. Потому что... Да, вот оно снизу, по идее, предназначено. Оно как раз до самых контактиков идет. Ну, и то немножко как-то... Ну, да, да. Оно, по идее, для низа делалось. Оно под самой-самой контактики. А сверху можно видеть, что если вот положить, то сверху оно немножко выступает вот за эту железячку. Вот за это. А, здесь оно по самой контактике. Ну, вот здесь как оно стоит? Именно вот тут. Так оно вроде как и сверху надо. Хотя, если снизу подложить, то, наверное, особо разницы не будет. По идее, оно, наверное, точно так же будет. Если приподнять. Ну, сейчас буду пробовать, наверное, его поставить. Хотя, здесь разницы особо нету. Вот, получается, у нас что, сверху зазорчик? Вот он идет. Вон он, сверху зазорчик. Можно сюда подклеить эту штучку. И оно вот так вот стоит здесь. Вот у нас, получается, сверху зазорчик. Снизу прижато вон оно. Сверху зазорчик. И оно вот здесь вот стоит примерно сверху. Что вот нажать, опустить вниз, вон, все. Сверху уже нет зазорчика. Снизу зазорчик появился. Оно все равно стоит сверху. То есть, оно как-то здесь крепится и, типа, не важно, как вот это болтает себе. Чуть выше, чуть ниже, типа, ему все равно. Как хочешь, как тебе удобнее, наверное. Эта вот штучка, вот мы болтаем, а здесь плата остается на месте. То есть, как удобнее, по идее. И еще, кстати, заметил, здесь плата трохи задрота. Получается, она идет ровненько, и плата такая инь, а вверх такая, как антенка, так ить. То есть, она, ну вот, не ровненько, как как жесткий диск цветовом трохи, так вверх уходит. Хотя, по идее, должно быть ровненько, Это же не я ее согнул. Вроде нет, так и было вроде. Ну да, вот же она так. Должно быть ровненько. Тогда уже этот идет наискось. Ну, в общем, таким вот образом я приклеил сверху. Получается. Хотя здесь оно плохо приклеивается. Ну, то есть, здесь вроде сзади нормально, а спереди оно, мне кажется, ну, оно видно вот эту вот полосочку, которая приклеивается. Вон там зазорчики есть не до конца. Оно бы вот идеально сюда легло. Здесь ровненько поверхность, здесь бы идеально вообще приклеилось бы сверху. А здесь не ровненько, здесь не идеально. Ну, просто снизу и болтики вот сюда вставляется. Просто потом, если достать из этого бокса, оно будет болтики перекрывать. Плюс к плате будет приклеиваться. Тоже, наверное, не очень. Плюс, если сюда вставлять, где оно стояло, тоже снизу оно мешать будет. Оно же, он защёлкивается снизу вот за эти штучки. А сверху, в принципе, не мешает. И вот сверху заклеил. Так что, таким вот образом. Дальше одеваем просто вот эту штуку сюда. антарсент, трансцент молодцы, конечно. Здесь ещё такие два зубчика, они туда входят. хотя, на самом деле, это всё плата. Как бы, нужно аккуратно, потому что плата, она может и сломаться. её лучше это сделать без камеры. Аккуратненько. Ну, вот в итоге, такое вот продолжение жёсткого диска. Вот он, жёсткий диск. И вот он продолжается таким вот образом. Ну, дальше вставляем вот сюда в резиночку. сначала вот эту штучку. Здесь смотрим, где отверстие побольше. Сверху побольше. Вот оно видно, что снизу вот эта штучка мешает. И, значит, вот сюда вот вставляем таким вот образом. Ну, в общем, вот он готовый вариант. Уже, получается, я вставил внутрь жёсткий диск. Это можно было бы всё на видео сделать, но это просто очень долго, как бы. Оно и так долго и получается. А это ещё больше растянет, как бы, поэтому. Получается, я аккуратненько вставил сюда. Вот, начало сюда вставлять. Сначала вот это вставил вместе с жёстким диском и потом всё по краешкам закрыл. А эта штучка, она вот так спокойно двигается. Хочешь, выше её подними. Хочешь ниже опустить. То есть, собственно, вот это там стоит, а это опускается и поднимается. И здесь вот эта вот вставка, которую мы вставили, она как раз вот и нужна распорка, чтобы она не болталась, а придерживала. А то она будет, жёсткий диск скакать в этой резинке. А благодаря этой вот распорке она уже скакать не будет, она будет упираться в резинку и будет более надёжно сидеть. Ну, а дальше что берём? Она уже и так, вроде как, неплохо себя чувствует такой резиновый чехол для жёсткого диска. И сейчас мы вставляем сюда вот эту пластмасску. Получается, влаживаем. Кстати, как вы можете видеть, она очень хорошо на себя берёт пыль. Не знаю, видно там или нет. Такие вот мелкие пылинки, вон она, вон она всё уже в пыли, вон они, пылиночки. Она очень хорошо, к ней так пыль жёстко прилипает. Лучше это не делалось на ткани, как я делал. потому что она вся будет в пыли и оттереть, вон она уже пыль. Оттереть он сложно, она только растирается по резинке дальше. Ну, как-то, короче, жесть. Она прям очень марка, эта резинка. Ну, а дальше вот по этим отверстиям подгоняем. Ну, получается, здесь она уже плотненько стала, дальше он даже не давится. По бокам тоже более-менее плотненько стала. Вот здесь жмёшь, она жмёшь, потому что там пустота. И эта штучка тоже, она так вот бегает, её можно вот выше поднять. Можно, ну, вот она посередине, можно ниже опустить. Хотя, наверное, она должна опускаться вот так вот вплотную. Короче, такая вот штучка. Так что, неважно, куда вы поставите, вверх или вниз, эта штучка всё равно двигается резиновой, ей, в принципе, всё равно. Ну, дальше вот эту крышку просто одеваем, Если поднимать её нужно вот так вот, чтобы оно из вот этих защелок, она не защелочки, именно выскочило, то есть, оно за ней держится, чтобы оно именно выскочило. А опускать можно, в принципе, и так. Оно защелкнется. По идее, так и нужно одевать, чтобы оно ровненько, болтиками... А, я болтики забыл закрутить. А, стой, а, нет, нужно сначала одеть, закрутить. А, точно, я что-то забыл, точно. Мы одеваем, а потом, когда оно сядется, и зал щелкнется, что она не хочет защелкиваться. Ну, здесь-то понятно, опустилось. А тут... Так, что-то не так. Ну, в общем, что? Закрылась, защелкнулась. Вот оно. И, получается, еще раз поднял, аккуратненько все поставил снова сверху. Здесь поднадавился и не, оно защелкнулось. Все здесь держится. Ну, он получается. И здесь, в принципе, нормально все сделалось. Вот он ровненько здесь. И внутри уже стоит жесткий диск. Но здесь, получается, вот он в зазорчик. Вот он. И, самое интересное, если здесь вот болтиком можно поджать вот здесь вот. Поджать. Хотя здесь, в принципе, поджимать не надо. И здесь вот поджать болтиком. И там будет поджато. Вот, получается, вот здесь я сейчас прижимаю пальцем и здесь. А здесь все равно остается приоткрыто. Нужно было бы, чтобы еще здесь болтик был. что вот так вот было хотя как-то страшно там жесткий диск стоит мешает ты нужно было бы тогда получается что она была пошире чуть-чуть и болтик туда вставлялся так получать здесь будет такой зазорчик у такой болтающийся здесь то есть она будет всегда приподнята еще получается нож в резинке получается внутри получается жесткий диск внутри в резинке потом сверху пластмасска и сверху еще резинка то есть он получается греться наверное будет дальше мы зажимаем болтиками и получается он реально будет греться потому что резина сверху пластмасса и сверху еще резина то есть плохо будет тепло уходить это не болтики такие винтики ну и дальше удобно ты просто пальчиком сверху держишь а здесь крутишь ну и все так вот поджимаешь просто чтобы она немножко уже не шло все силы не надо потому что хотя там внутри железка да там внутри железная я помню блестела такая железка но она стоит все таки в пластмасске и если хорошо сжать то она может в эту пластмасску вывернуть мне кажется отверточки на самом деле такая неплохая на вид такая толстенькая обычно если тоненькая так она и некачественная какая-то раз-два и сломается а тут такая прям добротно еще магнитная ничего себе то еще бы она не убежала обычно винтики могут куда-то соскочить а когда она магнитная то уже не соскочит ну все вот теперь она закрыта уже не откроешь по идее но все равно мы зажали его зазорчик он вот она нажимаем и линия хоп пропадает опуская отпускаем или не появляется тут-то понятно жжми не жми зажата а тут по крайней на тоже да по крайней там здесь она держит все осталось только в чехол посадить таким вот образом обычный чехол превратился из обычного ой жесткий диск из обычного во внешний лучше просто одеваем вот эту штучку чехольчик трансэнтовский и вставляем туда весь этот коробок все она защелкнула здесь вот вот эта штучка внутри внутри тоже такая как здесь выпирает так внутри выступает и оно держится все вот все чехол так в сборе вернее корпус для жесткого диска все и жесткий диск который был вот такой только железный но этот пластмассовый тут железный уже там ну и уже действует как обычная избежка кстати как драка когда драйвера установились первый раз когда я подключаешь эту штуку драйвера где-то может минуту потребоваться ну может меньше там секунд 30 минут а может кого-то было дольше может две но когда драйвера установились она сразу подключается то есть моментом раз и и уже все подключилось это наставляется вот она достается без проблем когда включаем горит вот эта штука ну что можно затестить наверное ну что вот так вот он выглядит на столе довольно таки прикольно красиво ну и дальше включаем включаем к компьютеру подключаем причем он здесь вот замигала видно что работает прикольно кстати а тут она опять сказал одного оборудования обнаружено но уже не драйвера обнаружились для переходника этого который внутри стоит не для платы оборудование для жесткого диска потому что он все таки новый жесткий диск появился ну и собственно вот он это получается копия вот у меня суснеф суснеф сустим д сустим сустим дальше что диск диск ну то есть это копия просто вот этого диска вот так что работает ну и вот он горит пока включен горит когда к нему обращаются ну то есть смотрят что то не очень с него что-то читаешь и на нее что записываешь мигает но когда выключен то соответственно не горит такой вот бокс для жесткого диска удобная штука можно нужно тот жесткий диск который вы уже достали с компьютера и не используете но иногда там надо с него какие-то файлы может взять то можно его не подключать именно к компьютеру как как физически жесткий диск именно чтобы не лазить каждый раз в курку в корпус компьютера просто вот таким вот образом сделать его как мешки как лишний русский диск и дальше просто вот надо подсоединили к usb там что-то него с него скачали что-то на него закинули отсоединили удобно мне нужно каждый раз лазить в системник так что к вот покупочка хорошо что все работает я доволен ну и пожалуй на этом все и теперь что круто то что он не будет просто валяться раньше у него просто валялся просто просто как есть такой железячкой просто где-то в тумбочке а теперь у него есть какой-то корпус то есть теперь он даже немножко как-то защищен потому что когда он без корпуса он не защищен получается а то а так получается и сверху резина и внутри резина то есть даже если он где-то немножко упадет то он будет для него это будет не так жестко как если он упал просто просто сам собой упал бы если бы даже если вот на стол выложить если где-то им стукнуть то резинка с амортизирует а так и ничем было бы амортизировать вот ну а на этом все всем покедово